всем привет друзья меня зовут константин лазарев и я приветствую вас в клубе калашников сегодня у нас будет очередное шикарное видео посвященное боевому оружию но перед тем как мы начнем не забудьте зарегистрироваться в клубе здесь вас ждет эксклюзивный фото и видео контент а также масса интереснейших статей на тему оружия производимого в россии и всего что с ним связано все это только для зарегистрированных членов клуба также для них действуют постоянные шкидки на всю продукцию а также иногда им приходят заманчивые предложения от которых называется невозможно отказаться обязательно зайдите и проверьте возможно одна из таких супер акций проходит прямо сейчас подписывайтесь на новости клуба регистрируйтесь приобщайтесь к оружейной культуре и всегда соблюдайте правила безопасного обращения с оружием и так сегодняшний ролик будет посвящен снайперской винтовки чукавина свч могу сказать что на данный момент винтовка прошла все необходимые испытания она закупается министерством обороны и наши снайперы несут с ней свою службу я на самом деле про эту винтовку уже неоднократно рассказывал впервые я ее лично увидел наверное году где-то в 2018 я так думаю это дело было как раз здесь тоже на форуме армия в кубинке история появления снайперской винтовки чукавина такова во первых нужно сказать что это инициативная разработка и создавая ее инженеры концерна калашников преследовали цель ну знаете есть такая расхожая фраза оружие отвечающие современным требованиям так вот свч именно такая многое говорилось о том что эта винтовка должна заменить в армии свд ну и в принципе конечно в чем-то это правда действительно снайпер на самом деле вместо обычной свд очень хотел бы получить свч потому что как уже было сказано эта винтовка намного более отвечающая современным требованиям ведения каких-то боевых действий наверное эту винтовку нельзя считать каким-то развитием свд потому что свд ее роднит только боеприпас это 72 на 54 и принцип работы автоматики ну магазины те же самые используются поскольку тот же был припас все больше на этом все схожести заканчивается тезе на эту винтовку которая была выдана конструктором не выглядело так что дайте нам дальше высокоточнее кучнее нет скорее это должна была быть винтовка которая показывала бы ту же баллистику что и свд но при этом эта винтовка была бы модульной более удобной позволяющей сделать все погодное оружие потому что на самом деле боеприпас 762 на 54 его потенциал до конца еще не раскрыт и он еще может он имеет свой потенциал для развития опять же изменения изменения дальности баллистики вот этих всех превышений оно тоже не требовалось поскольку на вооружении в армии принят именно 7 шадан а все 4 все таблицы все вот эти расчеты именно для этого боеприпаса они давно уже сделаны приняты по ним ведется обучение если принимать новый патрон вы понимаете все вот это вот нужно менять нет это не нужно нужна была винтовка именно с баллистикой свд и 72 на 54 но как я уже сказал более ну более удобный на воспользовании можно так сказать какие же конкретно технические решения были использованы того чтобы добиться но давайте начнем сначала с того что что общего до киорска это патроны принцип работы патрон 71 на 54 позволяет доставать цели где-то на дистанциях километра ну даже есть примеры в истории на километр двести но на самом деле вот опытные стрелки говорят о том что дистанция этого патрона уверенно это 600-800 метров использование хорошей оптики можно и дальше попадать но уже не так скажем так уверенно и стабильно в истории на самом деле есть примеры когда из свд по моему на 1200 был пара была поражена цель боеприпас остался тот же самый принцип работы автоматики это короткий ход газового поршня это техническое решение обеспечивает во-первых меньшую загазованность ствольной коробки но она бы сюда на самом деле так невысокая но при этом при достаточно мощным боеприпасе это же техническое решение обеспечивает относительно малую отдачу ну относительно опять до малую отдать патрон 71 все-таки достаточно мощный дальше начинаются практически полные отличия ну во первых что всегда была главной проблемой свд на это проблема номер один у этой винтовки это повторяемость попадания и прежде всего это было связано с тем что у свд не вывешенный ствол то есть ствол на этой винтовки непосредственно контактирует с цевьем и зависимость от того как-то упер винтовку взял за цевьё положил на мешок там выстрелил сошки упер какой-то там бетонную конструкцию у тебя полетит по-разному причем учитывая что дистанции для работы большие различия в попаданиях тоже будут большие и это наверное было главные претензии к винтовке потому что ну многие говорили что если вот на свд ставишь вывешенная шасси да это становится совершенно другая винтовка отличный полуавтомат надежный и при этом обеспечивающий хорошую именно баллистику хорошую точность попаданий и прежде всего задача была именно такая так вот в свч прежде всего вывешенное цевьё в свч прежде всего был исправил исправлен именно этот ну скажем так минус свд ну здесь опять же нельзя сказать о том что у вас вывешенный ствол потому что в принципе да любой ствол у которого есть газоотвод уже будет с ним контактировать да но ствол здесь не контактирует с цевьем поэтому можно ли о том что цевьё здесь вывешено проблема свд была в том что при хорошей баллистике винтовки нужно прежде всего хорошая оптика и вопрос что первично оптика или стрелковый комплекс высокоточной стрельбе тут не такой однозначный потому что при хорошей баллистике с очень скромным прицелом винтовка результата достаточно скромный и поэтому на свд нужно было ставить для уверенных попаданий что-то посерьезнее чем псо штатный который на нее шел поставить это что-то было достаточно сложно но даже если вы на какую-то выносную планку ставили какой-то прицел практически ничего кроме него поставить было нельзя а в условиях современной войны нужно и теплак поставить и возможно какую-то ночную насадку кто-то возможно захочет поставить там какой-то лцу там для ночной работы да то есть винтовка должна была быть во-первых обеспечивать базу длинную для установки самого прицела а как видите допустим вот здесь прицел более чем габарит да нет у нас что такое это 3 на 12 дедаловский как видите прицел уже очень габарит есть еще более прицел с большей кратностью скажем тогда и он будет еще больше скорее всего плюс перед прицелом опять же нужно поставить какую-то насадку для этого всего нужно было во первых база пикатинни во вторых ну в идеале чтобы это база пикатинни была единой на оригинальные свд добиться такого было сложно здесь в винтовке реализована не схема со ствольной коробкой и с крышкой ствольной коробки это так называемая мне не рекомендовали называть ее гординой но тем не менее так и есть то есть у вас ствол закреплен не в ствольной коробке а ствол закреплен в верхней части то есть ствол в цевье и к цевью вот на этом едином шасси да то есть я просто для моего осознания привыкшему скажем так калашниковской схеме это для понимания схожи на самом деле не просто да но есть единое шасси которая проходит по всей длине и цевья и ствольной коробки шоссе естественно это проходит сверху на этом шоссе крепится планка пикатинни на этом шоссе крепится цевье и в этом шоссе крепится ствол и в этом же шоссе ходит затворная группа то есть низ если рассуждать терминами допустим оружейными то это арочная схема в большей степени до низ в большей степени разгружен и по сути здесь остается только один усм и рукоятка естественно за которой вы держитесь и приемник магазина все по сути низ больше никакой нагрузки не несет и теперь для того чтобы закрепить оборудование вам не нужно дополнительные элементы какие-то ставить у вас и ствол и пикатинни это все единый кусок железа на который вы уже ставите прицел то есть с точки зрения именно высокоточность или бы это идеальное решение и идеальное решение в том числе до для полуавтомата которым является снайперская винтовка чукавина сейчас я продемонстрирую достаточно редкое явление я вот раньше честно говоря применение никогда не разбирали процесс неполной разборки винтовки для того чтобы как раз продемонстрировать как мне все устроено то что для того кто привык к свд вот это вот но новая вселенная разбирается винтовка с помощью двух штифтов на которых она сидит первый штифт вот здесь задней части пулькой делается до 2 штифт вот здесь передней части да вот есть мы винтовку освободили конча сделаем ведь этого не было то есть мы винтовку освободили теперь этого надо повезти назад немножко затвор на раму и вот по сути вот как я уже говорил весь ловер в оказывается в руках вот тут реально вот это такая достойная деталька это усм это приемник магазина эту рука это ну соответственно сами штифты все и вот у нас самое главное но соответственно она же основная часть вот у нас ходит затвор соответственно затвор ходит поэтому проваливающий ствол здесь же крепится сюда же максимально близко к оси ствола крепится прицел за счет этого это не было скажем так требуем но за счет этого в том числе повышается именно результативность стрельбы собирается на в общем ну в обратном порядке совершенно незамысловато мы просто присоединяем ее обратно и загоняем обратно штифты все каждый в принципе кто собирал там разбирал ту же арку ерунда на самом деле вообще никаких сложностей нету одна из задач стоявшая перед конструкторами это вот создание вот этой длинной планки пикатинни да это создание вот этого единого блока в котором будет ходить весь ударно-спусковой механизм куда будет крепится в том числе и ствол но в том числе нужно было сделать винтовку более удобный ну скажем так friendly для ее конечного юзера да то есть во первых габариты при сохранении длинного ствола но кто пытался создать которые сама где-то в технике разместиться знает что это не очень удобно здесь для этих целей есть складной приклад соответственно сложили и оцените как уменьшились габариты складывается он нажатием клавиши вот здесь вот в задней части это чем-то похоже на приклад от а м17 который послужил опять же хороший такой лабораторий для отработки определенных технических решений регулируемая щека и регулируемый затыльник этот приклад чем-то похож на тот что идет сейчас на автомат калашникова а к 12 но с определенными изменениями в частности вот с этой вот щекой органы управления они достаточно здорово поменялись по сравнению с свд и тут уже ну как бы не приходится говорить скажем так о похожести потому что во первых на свд тот же предохранитель калашниковский здесь как видите да уже такой удобный флажочек причем смотрите если на опять же на свд это был единый железный элемент который опять же двигался и таким образом и блокировал закрывал да то здесь это такая шторка вот здесь стать этого не видно поэтому покажу вот с этой стороны вот у нас сейчас винтовка в боевом положении положение стрельбы да то есть на вот мы включаем предохранитель у нас во первых поднимается здесь шторка которая блокирует ствольную коробку от попадания ну опять же стольная коробка вам считать так под попадание каких-то инородных элементов и плюс внутри блокируется возможность нажатию на спуск теперь далее экстрактор на свд все вы знаете да какой он был это как экстрактор как на автомате калашника надо можно было сказать здесь это происходит вот таким вот образом то есть у вас вот здесь вот под указательным пальцем есть такая широкая клавиша почему на двусторонние можно нажать слева можно справа нажимаем ее пожалуйста магазин у вас извлек ну соответственно присоединяется он так же как на так же как на свд магазины используются стандартные от снайперской винтовки другу новые свд 704 рассчитан на 10 патронов изначально когда вот впервые я увидел свч снайперскую винтовку чукавина производства концерна калашников было заявлено что винтовка будет иметь возможно две версии эта версия так называемая ну штурмовая да я для себя и назвал с более коротким стволом и версия с более длинным стволом на сегодняшний момент пока что в работу идет вот это вот в минобороны идет вот эта вот версия до длинная возможно будет и короткая опять же это если заказчик того потребует на винтовки сучи также как на сюда есть газовый регулятор плюс в базе уже пламя-гаситель на которой можно на быстросъем будет ставить прибор бесшумной стрельбы в отличие от свд свч не имеет штатных прицельных механических приспособлений но благодаря наличии планки пикатинни длинный да здесь можно установить какую-то механику так называемый бэкап на мог мушка и целик да как уже было сказано максимально модульная конструкция которую стрелок может заточить под какие-то свои задачи цевьё штатно уже имеет посадочные места под и блок то есть можно сюда сбоку еще там либо не знаю фонарь или был су либо еще что то что потребуется специалисту разместить винтовки также какой свд предусмотрена затворная задержка то есть при израсходовании боеприпасов у нас оружие встает на затворную задержку снять соответственно с которой можно извлечением магазина и свч можно считать полноценным преемником снайперской винтовки другунова говорить о том что она заменит свд полностью наверное пока нельзя но как я уже говорил к этому будут стремиться потому что по своим скажем так тактико-техническим характеристикам возможно по своему кпд эта винтовка естественно значительно превосходит свд но опять же все будет зависеть от конкретного заказчика если вы хотите следить за судьбой данной винтовки и первыми узнать о ее так сказать хитросплетение ходит судьбы то не забывайте подписываться на новости клуба калашников там вы будете узнавать все самое первое друзья на сегодня это все я жду ваших комментариев к этому видео понравилось не понравилось ваше мнение о данном образце если вдруг у кого-то была возможность с ним поработать может быть кто-то закреплен был по службе то опять же если есть такая возможность поделитесь своими впечатлениями и опытом эксплуатации напоминаю вам не забывайте регистрироваться в клубе калашников чтобы получать доступ к эксклюзивному контенту и первыми узнавать о различных акциях и получать те самые заманчивые предложения от которых невозможно отказаться меня зовут константин лазарев вы были в клубе калашников на сегодня все пока а